Всем привет, привет! Сегодня у меня на обед. Сейчас время 3 часа дня. Хочу добить адреналинчика. Боже, как это вкусно. И я покрел себе на кимсы куриные соусом. Боже, как это вкусно. Боже, как это вкусно. Чё-то я сидел и думал, о чём бы поговорить. Точнее, какую историю рассказать, честно. Их так много. Я даже вспомнил историю, как мы ходили с моей соседкой на поле вырывать цветы. И я такой маленький колобок от страха даже перескочил забор рябицей. Ну как перескочил, перекатился через этот забор. Потом я вспомнил, как я первый раз резал косу. Коза поэвала себе вымя. Её надо было резать. Я его не забуду. Соседка даёт мне ножик. Такая. Режь ей горло. Я не могу. Я же тебе сказал ей горло. У меня, наверное, около лет. Восемнадцать, девятнадцать. Я вот так вот горло ножик подставляю. А коза уже лежит. Она прорвала себе вымя. Её только резать. Там очень сильно она себя вымя поранила. Вот. И я подставляю. Она хватает мою руку. И получается своей рукой. Она берёт мою руку своей рукой. И начинает вот так. Давай я тебе сказал режь. Ой, я никогда не забуду. Потом часа четыре, блин, расстилывали эту несчастную косу. И я помню, знаете, на радостях такой счастливый. С мясом. Прихожу домой. Сейчас котлеток накручу. Мясца сделаю. Говорю сразу, это была коза. Молодая. То бишь, мясо не жёсткое и не вонючее должно быть. Те, кто расстилывали косу, либо прикум, расстилывали косу, они поймут. Под шкуркой. Под шкуркой. Под шкурой у косы. Жира. Такая, например, тонкая, тонкая. Прозойка. Как шаль. Такая, например, тонкая, как вязаная шаль. А всё остальное, это мышцы и мясо. Вари, вари, это мясо. Ты нафиг оно будет жёсткое. Думаю, сделаю себе котлеты. Прям в обществом мясе. Ребята, это трэш, честно. Я не знаю как. Национальности, как в Даджикистан, в Узбекистан, там ещё кавказцы делают это мясо. Прокрутить через мясорубку его нереально. Оно такое плотное, пипец. Подумал. Мне сказали, его надо долго варить. Я его варил 7 часов. Один фиг его. Жуёшь, жуёшь, жуёшь. Как жвачку жуёшь, жуёшь. Оно не разжёмывается. Мне абсолютно понравилось. На вкус. Сердце. Печёнка. Очень вкусная. Печёнка. И... Лёгкая. Лёгкая. Я помню, из лёгкого мы сделали начинку для пирожков с лёгкими. Может это было так вкусно. Может это было так вкусно. Один год было много молока. У соседки. У соседки. Там есть про неё видео, кто не видел. У неё раньше было 70 с лишним. Ос. Очень большое было стадо. Вот. Оно. Было много молока. И мы делали творог. Как сейчас помню, что-то там валили, вываливали. Надо что-то добавляло, чтобы оно свернулось. Оно. В марле отвисало. Такой был вкусный творог. Очень вкусный. Вообще, я понимаю, что да, мне не хватает какой-то деревенской жизни. Я хочу себе какую-то дачу. Безумно хочу себе какую-то дачу. Я даже в этом году ничего не закрывал. И огурцы, и помидоры вообще ничего. Хотя... Только... Только... С котами понимаешь, что... Консервация летом — это... Хорошая подспорья зимой. В позапрошлом году я закрывал. И вот ту зиму... Они прям так хорошо нам... Сделали подспорье с закрутки. Сделали подспорье с закрутки. Мы закрывали... Типа витаминного. Типа витаминного. Очень вкусно тоже. Тут пошли за грибами. Вы не поверите. Грибов нету. Даже поганочки ещё нету. Хотя видно, что люди ходят. Всё придоптаны, но... Ничего нету. Дорогие мои, спасибо, что были со мной. Тут по-быстренькому пообедал. А сегодня сниму ещё видео. Честно, я очень люблю это. Не у каждого из вас. Спасибо, что подписываетесь. Оставляйте свои комментарии. Мне это безумно приятно. И я не повторю. И не устану, точнее, повторять. Что ваши комментарии подстёгивают, мотивируют меня. Снимать видео чаще. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.